Еще один объект Абаканского спортивного комплекса готов. Сегодня его осмотрела приемная комиссия. В целом административный корпус соответствует всем нормам и требованиям, за исключением мелких недочетов. Из-за этого, как ни старались представители мэрии, официально открыть объект ко дню города не удалось. Валерия Остраумова побывала в новом здании и попыталась посчитать, сколько пловцов, волейболистов и других спортсменов смогут посещать городской спорткомплекс. В административном здании все как положено. Кабинеты начальников, приемный и конференц-зал. Никаких излишеств. Но стоит лишь взглянуть на гардеробную, становятся понятны масштабы. Одних вешалок почти две тысячи. Спортзали – это первый объект, который построили еще в прошлом году. Тысяча мест для зрителей. Размеры площадки позволяют проводить соревнования по волейболу, баскетболу, мини-футболу и соревнования по борьбе самых высших уровней. В следующем году горожане ждут бассейна на 250 человек. Детский – отдельно. Замкнет цепочку объектов Абаканского спорткомплекса легкоатлетический манеж. Еще одним украшением спорткомплекса, естественно, города станет фонтан Торнадо. Представители администрации говорят, такого нет даже у наших соседей в Красноярске. Подобные аналоги существуют только в таких крупных городах, как, например, в Москве и Иркутске. Проектировщики рассказывают, заказов на социальные объекты за то время, что мэром города служит Николай Булакин, было получено десятки. Это и детские сады, и школы, и новейшая поликлиника, и спортивные объекты. Так что требования администрации Абакана подрядчики успели изучить. Николай Булакин, он на деньги жадный в хорошем смысле, поэтому администрация города всегда ставит одни и те же вопросы. Объект должен быть недорогой, объект должен быть удобен в эксплуатации, объект должен быть оптимальный по планировочным решениям, объект должен быть красивый, то есть хороший дизайн, интерьеры, экстерьеры. Новые планы администрации Абакана, снова спортивные проекты. Как только спорткомплекс будет полностью завершен, а случиться это должно ближе к 2014 году, город намерен подумать о восстановлении теннисного корта, что находится по соседству. Валерия Страумова, Дмитрий Судариков, Новости, 7-й телеканал.